Здравствуйте! Это новости на канале ННТ, в студии Факира Рамазанова. И вот о чем пойдет речь сегодня в выпуске. В Махачкале опасно и на тротуарах. В результате крупного ДТП пострадала девушка. Была очень нужная информация, которую было необходимо довести до руководителей групп, которые в последующем будут доводить до паломников. Это порядок выезда, это ограничения. Первый вылет 21 июня. Сколько паломников из Дагестана отправятся на святые земли и другие организационные вопросы подготовки к хаджу обсудили в аэропорту Махачкалы. От Ленинкента до федеральной трассы будет новый асфальт. Столичные власти приступили к реконструкции улицы Докуспаринской. Он больше не выйдет в клетку. Один из самых ярких бойцов UFC, Забит Магомед Шарипов, объявил о завершении карьера. Второй день в Петербурге начался для дагестанской делегации с соглашения о сотрудничестве с Российской Академией Наук. Подписи на документе поставили глава региона Сергей Меликов и президент РАН Александр Сергеев. Аналогичные соглашения Дагестан подписал с Банком ВТБ, Российскими железными дорогами и Росимуществом. Сергей Меликов также принял участие и в работе стратегической сессии, посвященной развитию туриндустрии. К другим темам. Чудом осталась жива. В Махачкале произошла крупная авария, в результате которой пострадала девушка. На пересечении улицы Доходаева и Кадырова 34-летний житель столицы, находясь за рулем автомобиля Porsche Macan, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с машиной Lada Priora, который в свою очередь врезался в авто Nissan Leaf. От удара легковой автомобиль вынесла на встречную полосу, а затем на тротуар, где стояла 20-летняя Махачкалинка. В результате ДТП девушка с различными телесными повреждениями была доставлена в больницу. А в Хасавюртовском районе под колесами автомобиля, к сожалению, погиб трехлетний ребенок. Трагедия произошла в селе Муцалаул, где 20-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, совершил наезд на мальчика, который выбежал со двора дома на проезжую часть дороги. В результате ДТП ребенок с тяжкими телесными повреждениями был доставлен в больницу, где впоследствии скончался. Сотрудники полиции задержали в Махачкале 26-летнего местного жителя, который подозревается в распространении наркотических средств. Молодой человек был пойман на улице Кавказской при попытке достать очередную оптовую партию мефедрона весом в 20 грамм. По информации МВД, данное вещество он планировал сбыть через интернет, предварительно расфасовав товар в меньшие дозы. Возбуждено уголовное дело. За нахождение мефедрона. Расскажите подробно, при каких обстоятельствах вас задержали? Мы задержали за городом при поднятии хада с наркотическим веществом. Пусть чудо был доставлен в укон в управление наркотического контроля. В аэропорту Махачкалы обсудили вопросы по подготовке к предстоящей хадж-компании 2022. Участие в обсуждении приняли руководители авиапредприятия и компании «Марва Тур», а также представители пограничной службы, таможни, Роспотребнадзора и полиции. Ответственным за рейсы с паломниками были даны рекомендации по работе с людьми. Напомним, в этом году из Дагестана в святые места Мекки и Медины отправятся около 5000 человек. Первый вылет запланирован на 21 июня. Паломники отправятся в хадж прямыми и комбинированными рейсами через Дубай. Сегодня была очень важная встреча с представителями служб, которые так или иначе связаны с организацией хаджа. Это и сам аэропорт Махачкалы, который непосредственно имеет отношение к организации паломничества. Это представители таможенной службы, пограничной службы, Роспотребнадзор. Была очень нужная информация, которую было необходимо довести до руководителей групп, которые в последующем будут доводить до паломников. Это порядок выезда, это ограничение для вывоза багажа, для ввоза его обратно. То есть это вся эта информация, которая необходимо будет пользоваться в процессе организации самого вылета на хадж. Бесконечные проверки пора заканчивать. Управление Росреестра Республики и прокуратура провели в Махачкале совместный семинар для работников муниципального земельного контроля. До 1 июля текущего года органы местного самоуправления должны направлять в управление Росреестра по Республике Дагестан проекты планов проведения плановых контрольных надзорных мероприятий. На сегодняшний день только 10 органов местного самоуправления представили проекты планов проведения плановых контрольных надзорных мероприятий. и то, которое не соответствует требованиям земельного законодательства Российской Федерации. В связи с тем, что глава Республики Меликов Сергей Анимович поднимает вопросы актуализации работы органов местного самоуправления, руководителем управления Росреестра по Республике Дагестан принято решение, чтобы пригласить их к нам в Росреестер и разъяснить им порядок проведения плановых проверок, исключить незаконное вмешательство деятельностей контролируемых лиц, а также обеспечение соблюдения прав контролируемых лиц при проведении проверок. Главной проблемой выделили бесконечные несогласованные проверки бизнеса в земельных вопросах. В рамках встречи обсуждались способы согласования надзорных действий. Особое внимание было уделено соблюдению закона при таких мероприятиях. В семинаре приняли участие представители 37 муниципалитетов. Основной целью семинара является исключение незаконного вмешательства органов муниципального земельного контроля в деятельность контролируемых лиц. То есть, чтобы одного и того же лица не включали в план проведения плановых контрольных надзорных мероприятий органов государственного земельного надзора, органов муниципального земельного контроля, Нами проводится семинар-совещание и разъясняется, доводится эта информация до соответствующих органов местного самоуправления. К реконструкции улицы Докуспаринской приступили в поселке Ленинкент. В данный момент подрядная организация занимается строительством ливневой канализации. Работа осложняется необходимостью переноса опор линий электропередач и газовых сетей, отметил начальник управления ЖКХ города Шамиль Магомедов. По его словам, здесь также зафиксированы многочисленные факты самозахвата муниципальной земли. Общая протяженность улицы, соединяющей центр поселка с федеральной трассой Кавказ, более 2,5 километров. По многочисленным обращениям жители поселка Ленинкент в 2022 году нами начали работы в рамках федеральной программы безопасной и качественной автомобильной дороги. На данной улице нами проводятся работы по установке ливневой канализации для сбора поверхностных вод, установка колодцев, дождеприемных камер, также обустройство уличного освещения, плюс очень много электрических опор здесь расположено и газовых сетей. Работа по переносу тоже проводится нами. Очень много самозахватов, выхода на территорию дороги, на муниципальную территорию. По данному вопросу тоже проводится работа администрации по сносу незаконно возведенных в основном тазоборы, часто домовладений. И в продолжение темы городских ремонтных работ. По проспекту Насрудиного в Махачкале началось строительство сквера. Скоро здесь появятся зеленые зоны, плиточное покрытие, уличное освещение, а также скамейки и урны. Новое общественное пространство составит более 5000 квадратных метров. Рядом с будущим сквером проводится ремонт улицы Уродинского, где заасфальтируют и прилегающую к благоустраиваемой территории дорогу протяженностью 200 метров. Общая площадь благоустройства составляет 5320 квадратных метров. Данная территория была выбрана в результате рейтингового голосования, проведенного в прошлом году. И жители города выбрали эту территорию для благоустройства. Параллельно благоустраивается территория напротив, через дорогу, по проспекту Насрудиного в районе инновационного колледжа. И синхронизируя с проектом безопасной качественной дороги, нами асфальтируется улица Уродинского, протяженностью 450 метров, где приводится нормативное состояние тротуара и проезжая часть. Также нами асфальтируется, благоустраивается подвездная дорога к Сверу, которая пересекается от улицы Уродинского. Коллекции для приготовления и красивой подачи блюд в предметы декорирования интерьера и системы хранения. Магазин посуды и кухонных аксессуаров открылся в Хасавюрте. Об ассортименте, сбалансированном по цене, потребительским качествам и эстетике подробнее в сюжете Ларианы Шамхалаевой. Хранить, варить и подавать. Качество продукции и стильный дизайн товаров в этом магазине быстро завоевали сердца дагестанцев. В Махачкале две точки гипермаркета «Порядочный» стали центром притяжения лучших хозяек – мам, бабушек и потенциальных невест. Накануне в городе Хасавюрт по адресу 2-й фермерский проезд 11 открылся 3-й и самый большой магазин «Порядочный». Наш магазин открылся буквально месяц назад. Этот магазин является самым большим из трех, которые у нас есть. Его квадратура составляет 800 квадратных метров. За счет этого здесь большой ассортимент, больше пространства, больше места, где пощупать, полазить, выбрать. И это привлекает, конечно, людей. У нас есть товары, в принципе, на любой карман, на любой вкус, размер, цвет. А таких производителей отстранточнее, как Англия, Франция, Швеция, Италия и все в этом роде. Производители товаров, выставленных на полках – это компании с проверенной репутацией, заботящиеся о безопасности потребителей и окружающей среды. Помимо европейских стран, есть и поставщики с дружественного зарубежья. Нарбек Яркулов четыре года помогает приживаться в дагестанских домах блюду с яркой росписью под названием «Ляган», в котором подают плов, фрукты и сладости. Это узбекские блюда. Настоящая глина, он сделает это. Ручные все это. Сделаны ручные, красят все, ручные делают. Это экологически чисто. Используют это для плов. И вот такие тоже есть для блюна тоже. Дагестанцы по размерам посмотрят, хинкал положат, чудо положат, всякие национальные блюда, дагестанские блюда положат. Они, в общем-то, любят, уважают эту посуду. По словам сотрудников магазина, органайзеры, корзины для хранения вещей, копилки, скатерти и вазы пользуются немалым спросом. Но главное, без чего хозяйки не уходят мимо кассы, это все же посуда особого качества. Эта кастрюля у нас звездочка на полках, потому что ее очень любят. Ее преимущество, то что она подходит для всех типов плит, даже для индукции. То есть это проблема, которую часто сталкиваются, именно для индукции ищут. И также у нее мраморное тепликарное покрытие. Вот, еще одна звезда программы у нас, особенно на летний период, это чайник из жаропрочного стекла. Он дрифленный, его можно ставить на открытый огонь спокойно, не боясь. То есть вы можете здесь заварить чай, компоты и так далее. И также просто подавать какие-либо холодные напитки. То есть универсальная вещь. Нас выбирают именно потому, что у нас можно найти все от свечки до вазы с цветами. У нас есть все для мероприятий, ко дню рождения, а также для семейных мероприятий. И именно поэтому выбирают наш магазин «Порядочный». В ближайшее время у магазина в Хасавюрте по адресу 2-й фермерский проезд 11 появится и второй этаж 800 квадратов. А это значит, что ассортимент товара увеличится как минимум вдвое. Также гипермаркет дарит 15-процентную скидку именинникам и возможность каждому покупателю копить бонусы от покупки к покупке. Лариана Шимхалаева, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Хасавюрт. И о спорте. 31-летний полулегковец из Дагестана Забит Магомед Шарипов уведомил руководство UFC о завершении карьеры. Последний бой Забита состоялся в ноябре 2019 года, где на турнире в Москве он единогласным решением судей одолел Келвина Катара. Всего на счету дагестанского бойца 19 проведенных поединков и 18 из них он одержал победы. Под эгидой UFC спортсмен выступал с 2017 года, где доходил до третьей строчки рейтинга в своей категории. Гамит Агаларов признан лучшим молодым футболистом российской премьер-лиги по итогам прошедшего сезона. Победитель был определен голосованием, в котором участвовали капитаны и главные тренеры команд, чемпионаты и главные редакторы ведущих спортивных СМИ. На награду претендовали футболисты, которым на момент начала сезона было не меньше 21 года. Форвард Уфы набрал 131 балл, оставив позади полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна и еще 17 участников. В прошедшем сезоне Агаларов забил 19 голов и стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова